И давайте начну с того, что вообще сам термин машинное обучение – это такой довольно резиновый термин, не то чтобы у него было какое-то совсем аккуратное определение, но грубо говоря, это то, что машинное обучение – это то, что произошло с людьми, которые занимались анализом данных в тот момент, когда у них появились компьютеры и появились удобные инструменты для того, чтобы использовать эти компьютеры как раз для анализа данных. С одной стороны, можно сказать, что машинное обучение – это просто такой раздел статистики, с другой стороны, можно сказать, что это раздел компьютер-сайенс, в общем, как угодно можно к этому относиться. Так или иначе, это какая-то история про то, что у нас есть какие-то данные, и мы используем эти данные для того, чтобы с помощью какого-то алгоритма научиться чего-то делать. Как правило, когда говорят про машинное обучение, подразумевают задачу Supervised Learning, задачу обучения с учителем. Давайте я про нее поговорю. Это самое распространенное, что здесь есть. По-русски часто переводят как обучение с учителем. Я, честно говоря, не в восторге ни от исходного термина, ни от, тем более, перевода. Но, так или иначе, терминология есть такая сложившаяся. Это самый распространенный тип задач машинного обучения. Что это такое? Это задача построения некоторых предсказательных моделей, моделей, которые умеют, глядя на какие-то данные, предсказывать какие-то другие данные. Как правило, история примерно такая. Мы сейчас будем обсуждать, например, задачу предсказания стоимости жилья в зависимости от каких-то характеристик этого жилья. Вы знаете, наверное, что недвижимость – это такая штука, для которой довольно трудно подбирать справедливую стоимость, потому что есть какая-то квартира, она где-то находится, она находится в каком-то доме, у нее есть какой-то этаж, у нее есть расстояние до ближайшей станции метро, если это большой город. И, в общем, короче говоря, существует огромное количество параметров, которые могут на это влиять. И влиять они могут каким-то довольно нетривиальным образом. И поэтому это такая вполне осмысленная задача – научиться предсказывать к вам, пришел какой-то объект недвижимости, за сколько вы его вообще, скорее всего, сможете продать. Как правило, жизнь устроена тут так, что у нас есть какие-то данные, которые устроены как обычные датасеты, к которым мы привыкли. Я, честно говоря, не знаю, что… Мы сейчас возьмем какой-то конкретный датсет, я не знаю точно, что там будет. Но давайте считать, что у меня там есть какое-нибудь количество комнат, какое-нибудь расстояние до метро, какой-нибудь этаж. Какие-нибудь такие переменные, их много, и в конечном итоге есть стоимость. И тут есть какие-то данные. Скажите, вот такая табличка. Соответственно, наша задача – это табличка, которая была построена по каким-то историческим данным. То есть вот мы посмотрели на рынок за последние, скажем, 10 лет. Собрали там, посмотрели на все сделки, которые там были, и собрали такую табличку. Ну, а дальше мы хотим научиться предсказывать какую-то целевую переменную, в данном случае стоимость, глядя на все остальные переменные. То есть к нам приходит квартира, мы про эту квартиру знаем все, но не знаем, за сколько нам ее выставлять на продажу. Соответственно, хотим оценить вот эту чиселку по вот этим чиселкам. И, ну, как это можно делать? Это можно делать по-разному. Можно было бы это делать из каких-то теоретических соображений. Каждая комната как-то влияет на метраж. Этот метраж как-то там влияет на стоимость каких-то общих соображений. Может быть, строить какие-то экономические модели, что-то такое придумывать. Ну, а можно сказать следующее, что давайте вот мы как-то посмотрим на эти данные, напишем какой-то алгоритм, который посмотрит на эти данные и попытается в этих данных найти какие-то закономерности, которые позволят нам в будущем вычислять вот эти штуки по вот этим штукам. Ну, то есть, в принципе, предполагается, что... Ну, простейший пример. Вот, допустим, что мы... Допустим, что к нам пришла квартира в точности такая же, с точности такими же характеристиками, как у нас есть в базе. Ну, тогда, наверное, ее стоимость будет, ну, примерно такой, какая была стоимость той квартиры, которая у нас тут есть. Да, вряд ли сильно больше или сильно меньше. Хотя, в принципе, может быть, что и другой. Может быть, есть какой-то фактор, который в нашей табличке не учтен, но который на самом деле сильно влияет на стоимость. Например, вот нет у нас района, а, может быть, квартиры в разных районах сильно отличаются, потому что в одном районе школа лучше, чем в другом. А вот информации про школу у нас, например, нет в базе. Такое возможно. Но, тем не менее, если мы хотим сделать предсказание, то самый простой подход – это просто попробовать найти в базе такую же строчку, которая у нас уже есть, и сказать, что стоимость нашей новой неизведанной квартиры будет такая же, как стоимость той квартиры, которая у нас уже была. И здесь, допустим, предсказать то же число, которое у нас уже было. Вот. Но, может быть, это не самый лучший подход. Вот. В любом случае мы хотим это делать как-то автоматически, то есть мы хотим написать какой-то алгоритм, не глазками смотреть на эту табличку каждый раз. Мы хотим написать какой-то алгоритм, который будет это делать за нас. Ну и вот такого типа алгоритмы называются предиктивными моделями. И, соответственно, задача построения предиктивных моделей. Предиктивные модели. Модели, которые что-то предсказывают. Задача построения предиктивной модели – это как раз задача Supervised Learning. Supervised, потому что у нас есть как бы в данных есть правильный ответ. Заранее заданная задача и правильный ответ к этим задачам. Вот. Есть другие задачи. Ну, давайте я в качестве примера задачи Unsupervised Learning, просто чтобы у вас было некоторое представление о том, чего еще бывает. Это, ну, на самом деле, в Unsupervised Learning есть много разных задач. Но давайте я в качестве примера самой такой понятной предложу такую задачу – кластеризации. Ну, это мы сейчас трогать не будем подробно. Ну, я просто картинку нарисую. Значит, вот представьте себе, что у вас есть какое-то количество точек, и у вас есть там две переменные. Я абстрактные переменные пишу, x1 и x2, но там, может быть, что-то конкретное. Допустим, у вас приходят пользователи на сайт, и у вас есть информация о том, насколько долго человек находится на сайте, и о том, насколько, допустим, насколько там часто он заходит на этот сайт, через таком роде. И может так оказаться, что ваши данные, ну, выглядят как-нибудь, например, вот так. Ну, и тогда вы можете сказать, что, ну, наверное, есть какая-то, вот, наверное, это не случайно, что они как-то вот так вот группируются на какие-то отдельные кучки. Наверное, в этом есть какой-то резон. Возможно, что это просто там разные пользователи, которые там вот принципиально отличаются. Одни пенсионеры, а другие молодежь, например. И несмотря на то, что у нас нет данных про возраст, мы теоретически можем вот эти группы как-то выделить. Ну, и дальше что-то с этими группами сделать. Может быть, их нужно как-то по-отдельному анализировать дальше. Может быть, им нужно показывать разную рекламу. Может быть, их нужно потом по-разному как-нибудь подсовывать им какие-нибудь разные специальные предложения. В общем, как-то мы хотим разделить их на кучки. И, соответственно, ну вот сейчас, просто глядя глазами, мы прекрасно эти там три кучки легко можем выделить. В задаче кластеризации нужно написать алгоритм, который будет то же самое делать, но только не глазами, а вот как-то автоматически. То есть скажет нам, что вот это вот одна кучка, один кластер, вот это другой кластер, и вот это третий кластер. Ну, там вот для тех точек, которые я нарисовал, это, кажется, просто решается. Но если представить себе реальные данные, в которые, ну, во-первых, у вас переменных гораздо больше, во-вторых, точки не настолько явно выражено группируется, в общем, задачка становится менее очевидной, и есть разные способы кластеризации, поскольку в отличие от задачек Superwise Learning здесь нету как бы какого-то хорошего, как бы заранее заданных ответов. Тут нет такой вот понятной задачи, вот есть задача, есть ответ. И существует много методов, с помощью которых можно было бы эту задачу решать, и даже не всегда понятно, какой из них лучше и какой выбрать. Вот. Ну, значит, это не единственная задача Unsupervised Learning, это просто одна из таких, про которые легко объяснить, в чем они заключаются. Но больше мы про Unsupervised Learning сейчас говорить ничего не будем, а будем говорить наоборот, вернемся к Supervised задачам и поговорим про них. Ну, хорошо, окей. На самом деле я, давайте я еще одну штуку скажу. Сейчас появляется такая область с условным названием Self-Supervised Learning, и это пример задачки, например, строения языковых моделей. Это нечто среднее между Supervised и Unsupervised. Просто есть некоторая разница в том, что в Supervised моделях вам нужно, вам нужно для того, чтобы обучать ваш алгоритм, вам нужно знать эти правильные ответы. И на то, чтобы их добыть, иногда нужно потратить большие усилия. Ну, вы можете брать исторические данные, как вот в этом примере, но довольно часто никаких данных у вас изначально нету, очень хочется их получить. Тогда вам нужно как-то вручную, с использованием каких-то других средств, как-то вручную аннотировать эти данные. И, в общем, это не очень простая задачка. В смысле, именно задача сбора данных для последующего обучения. Unsupervised Learning – это штука, где нету необходимости вот как-то явно указывать правильные ответы. Поэтому, в некотором смысле, у вас данные более дешевые. А Self-Supervised Learning – это история, когда у вас данные дешевые, их много, и вы решаете что-то вроде задачи Supervised Learning для них. Ну, вот, например, языковая модель – это такая штука, которая получает на вход какой-то набор слов и, например, пытается предсказать следующее слово. И, допустим, вот у меня написано «я иду в», а тут дальше ваша модель предсказывает кино. Оказывается, что эти языковые модели, благодаря тому, что для них тем массивом данных, на которых их можно обучить, являются все возможные тексты, которые есть. И это огромный массив данных. И если сделать вот такую вот модель, которая будет обучена на огромном массиве данных, возникает некая магия. Если эта модель правильная, если она имеет правильную архитектуру, значит, отдельная история про то, как их учить. Но тут возникает магия, что модель, которая была изначально обучена просто предсказывать следующее слово, ну, вот как в телефоне у вас есть предиктивный ввод, когда вы пишете несколько слов, оно следующее советует, какое добавить. Но оказывается, что после этого можно эти модели, языковые модели, использовать для того, чтобы решать всякие разные, более сложные задачи. Ну, главное, что всякие разные задачи. Например, вы можете, значит, ну, понятно, что изначально вы можете просто задать начало какого-то текста, и модели его продолжат. Но, в принципе, вы можете делать что-то в таком роде. Например, в качестве начала текста написать, допустим, какую-нибудь штоку, типа, скажем, я иду в кино, и дальше предложить модели продолжить. Поскольку в естественном языке, естественным продолжением вот этой фразы будет перевод этой фразы на французский, то есть шанс, что ваша языковая модель действительно переведет ее на французский. Ну, если она достаточно большая, если она была обучена достаточно большим количеством текстов, если в этих текстах, среди этих текстов были примеры переводов на французский. В общем, теоретически вот такое возможно. Или вы можете, например, задавать в качестве начала текста какой-то диалог, и, опять же, продолжение, которое сгенерирует вам эта модель, оно должно, по идее, выдать предложение этого диалога, то есть фактически у вас модель, вместо того, чтобы просто быть, модель сразу же превращается в такого чат-бота. Хотя изначально задача была просто научиться предсказывать следующее слово. Вот, ну ладно, это я так. Мы это совсем не будем обсуждать, это отдельно большая деятельность. И, в общем, короче, вернемся, спустимся с небес на землю, и давайте вернемся к нашим задачам про Supervised Learning. На самом деле, если говорить про Supervised Learning, то тут возникает, начинается все с каких-то совсем простых классических моделей. Ну, на самом деле, у задачи Supervised Learning есть два таких подкласса. И есть задачи, в которых вам нужно предсказывать число, а есть задачи, в которых вам нужно предсказывать категориальный перемен, класс. Значит, первые задачи называются задачами регрессии. Значит, нужно предсказывать число. А вторая задача называется задача построения классификатора. Это, например, здесь нужно предсказывать класс. Ну, простейший пример – это, скажем, какая-нибудь задача банковского скоринга. Вам нужно предсказывать, человек вернет кредит или не вернет. Надежный он заемщик или нет. То есть это не число, а это какая-то бинарная переменная. Принимает два возможных значения. Или может она принимает три возможных значения. Вот. Значит, мы сейчас будем обсуждать регрессионные задачи. И они решаются, опять же, тут как бы для любой задачи есть много разных методов. Ну, и, собственно говоря, я уверен, что слово регрессия вы уже слышали. Я не знаю, у вас эконометрика у вас еще не началась, кажется, да? А в статистике еще регрессии нету. Или есть какие-нибудь... Были регрессии где-нибудь? В каких-нибудь курсах? Какие-нибудь регрессии? Скажешь? Да, на тервере были функции регрессии. Где были? На тервере были регрессии. А, ну, прикольно. Окей. Значит, скорее всего, эти регрессии, которые были на тервере или где бы то ни было еще, скорее всего, линейные регрессии. И, ну, простейший пример линейной регрессии – это какая-то такая история. Значит, опять же, один из способов построения алгоритма машинного обучения для решения задачи регрессии. Первый – линейная регрессия. Ну, это какая-то такая история, что вот у нас есть... Давай считать, что у меня есть только два... Только две переменные, скажем. Допустим, количество метров и цена. И вот у меня есть какое-то количество точек. А дальше я верю в то, что моя зависимость целевой переменной от вот этой вот переменной определяется просто в виде какой-то линейной функции. Ну, это самый простой пример. Это парная регрессия, когда у нас одна переменная. Значит, вот эта переменная называется независимая переменная, а это зависимая переменная. Или, значит, в машинном обучении, как правило, переменные называются фичами, фичерс. Соответственно, мы верим в то, что у нас есть какая-то такая зависимость, типа цена равняется там W0 плюс W1 умножить на количество метров. Вот. Ну, и, соответственно, дальше мы хотим... Понятно, что наши точки не идеально выкладываются в эту зависимость линейную, но как-то вот мы хотим подобрать такую прямую, чтобы она бы проходила бы не вот так, а как-то соответствовала бы данным. Значит, это линейная регрессия с двумя переменными, но, в принципе, можно сделать линейную регрессию с несколькими переменными. Цена W0 на количество метров. Допустим, расстояние до метро. Ну, это что-нибудь в таком роде. И дальше нам нужно, ну, собственно говоря, процесс обучения, процесс обучения модели машинного обучения – это выбор вот этих коэффициентов. Ну, или что-то же самое, просто выбор конкретный прямой здесь, ну, или здесь это будет уже не прямая, а какая-то там плоскость в соответствующем многомерном пространстве. Значит, как эти коэффициенты выбирать, это мы сейчас еще обсудим. Но вот скажите, как вам, нравится ли вам вот такая вот модель? Считаете ли вы, что она будет адекватно отражать реальность? Хотите ли вы что-нибудь в ней изменить? Так вот, сходу. Отнормировать стоит все, а зачем? Сергей, что вы хотите отнормировать и зачем? Где-то есть нелинейные зависимости. Ну, какие, например, зависимости, скорее всего, вот точно не похожи на линейные? Ну, я думаю, что зависимость от этажа нелинейная. То есть у нас есть какая-то зависимость от первого этажа. Допустим, люди там хотят, не хотят жить. Ну, а дальше людям как-то все равно. То есть между третьим и четвертым, между четвертым и пятым. Ну, вот да. Идея о том, что номер этажа как-то линейно влияет на цену. Ну, понятно, что цена зависит от этажа. Но совсем не факт, что линейно. Скорее всего, вместо того, чтобы... Скорее всего, на самом деле важно, там, ну, как поется в известной песне, первый и последний не предлагать. Скорее всего, важно для людей, которые покупают квартиры, там важно, там, живут они на первом этаже или не на первом, на последнем или не на последнем. Ну, а посерединке это может быть менее важно. То есть, возможно, что нам нужно вот эту вот переменную этаж превратить в, допустим, две переменные или даже больше. Например, может быть, нам нужна переменная, которая проверяет, правда ли, что этаж первый. То есть, значит, вот когда я пишу вот такую штуку в квадратных скобках, здесь пишу какое-то условие, это так называемая нотация Айверсона, это такой удобный способ описывать функцию, которая принимает значение 1, если условие верно, и 0 в противном случае. Вот. И, например, еще отдельный новый признак создать этаж последний. То есть, может быть, нам нужна, на самом деле, какая-нибудь вот такая регрессия. Допустим, W3 на этаж первый. Что-нибудь в таком роде. И, может быть, никакая другая информация про этаж нам и неинтересна. Сергей, я все-таки не понимаю, зачем вы хотите, чтобы коэффициенты были одного порядка? Чем вам не нравится, что коэффициенты разного порядка? Как видите, даже когда мы говорим просто про линейную модель, строить эту линейную модель можно по-разному. Но, собственно говоря, то, что вот мы сейчас сделали, а именно мы преобразовали какую-то переменную в какие-то другие новые переменные, это, собственно говоря, то, чем занимаются то, чем занимаются дата-сиентисты, по крайней мере, часть работы, которая называется feature engineering. Когда вы придумываете новые новые фичи, новые признаки, как-то преобразуя исходные. Это, собственно говоря, большая часть того, чем обычно люди занимаются, когда пытаются придумать какую-то хорошую модель. Вот. Значит, хочется, Сергей говорит, что модель, хочется, чтобы модель была устойчива к небольшим колебаниям, но я все равно не понимаю. Смотрите, дело в том, что если вы перенормируете, например, какую-нибудь переменную, скажем, возьмете вот эту вот переменную, и ее там на что-нибудь поделите в результате вашей перенормировки. Это приведет исключительно к тому, по крайней мере, вот в этой модели, приведет исключительно к тому, что вот этот коэффициент, если вы вот это число поделите в 10 раз, вот этот коэффициент в 10 раз увеличится. Больше ничего не поменяется. Просто, ну, если это обычная линейная регрессия, которая вот обучается, наименьший квадрат, про который я сейчас скажу, без каких-нибудь регуляризаций, без вот этого всего, если это обычная регрессия, то совершенно неважно, в каком масштабе находятся вот эти числа. Ну, хорошо, в какой-то момент вы, может быть, напоитесь на какие-то чисто вычислительные проблемы, но почти наверняка нет. На самом деле, привычка нормировать признаки, скорее всего, восходит к привычке использовать модели с регуляризацией. Если вы используете модели с регуляризацией, то там это действительно оказывается важным, потому что регуляризация так устроена, что она пытается сделать коэффициенты, не слишком отличающиеся по своей величине. Ладно, это отдельная история. Вот, давайте, да, соответственно, ключевой вопрос, значит, как найти коэффициенты? То есть как найти вот эти вот чиселки W0, W1 и так далее. Вот, ну, стандартный подход, это то, что называется OLS регрессия, это то, что вы либо проходили, либо будете обязательно проходить в курсе эконометрики. Это просто история, когда мы берем и... Значит, вот у нас есть прямая наша, и мы хотим минимизировать сумму квадратов расстояний, но не то чтобы расстояний, а вот таких вот расстояний, посчитанных по вертикали, то есть отклонений, значит, вот у нас наша прямая, которая описывает нам предсказания, и... Значит, вот эти штуки, это просто отклонения наших наблюдаемых Y-ков от наших предсказаний. Соответственно, если мы захотим уменьшать... значит, Y и T... Значит, если мы хотим минимизировать вот такую штуку, где Y и T – это настоящие ответы, Y и T с крышкой – это наше предсказание. То есть если мы делаем вот такую вот минимизацию, это называется метод наименьших квадратов. или по-английски Ordinary Least Squares. Вот. Это такой самый... один из самых базовых способов, как можно обучать линейную регрессию. Давайте попробуем это сделать. Давайте я покажу, как это обычно работает. Значит, есть какие-нибудь вопросы про теорию? Давайте тогда перейдем в... Питончик. 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 Значит, нам понадобится пакет, который называется scikit-learn или esco-learn сокращенно. И вот так его можно установить. Давайте я его установлю и заодно обновлю. Он, конечно, у меня наверняка установлен в этом сетапе, но... Так, вроде бы все установлено. Ну, и давайте что-нибудь сделаем. Значит, мне понадобится датасет как раз про квартиры. Где-то... Где-то он тут был какой-нибудь хороший... Скалерн это такой главный пакет по базовому машинному обучению в Питоне. В нем очень много всего хорошего есть. И в частности, кроме методов машинного обучения, там есть еще какое-то количество готовых датасетов. Ну вот, давайте попробуем использовать... Давайте... Так, здесь несколько... дата-таргет. О, видимо, вот то, что нам нужно. Значит, собственно говоря, вот он, наш дата-фрейм. Ну, он состоит из двух кусочков. Вот этот кусочек, это... А, ну, собственно говоря, вот это, это просто наше... Ну, значит, вот эту величину нам нужно предсказывать. Median House Value. Вот эти вот штуки, это то, что нам дано. Ну, и здесь такой простенький с точки зрения структуры датасет. Видно, что здесь есть какие-то... Какая-то информация про количество комнат, количество спален. Это, видимо, информация про район. И есть координаты. В общем, короче говоря, какие-то такие стандартные штуки, которые можно было бы обнаружить в этом, в таком датасете. Значит, можно посмотреть, здесь есть описание. Вот, собственно говоря, вот они все названия. Блог – это, видимо, квартал. Они смотрят по тому, насколько богатые люди в этом квартале живут, как много их там и так далее. Вот. Ну, давайте посмотрим. Соответственно, наша задача – научиться предсказывать вот эту штуку по вот этим величинам. Ну, и давайте, наверное, начнем с того, что проведем то, что называется Exploratory Data Analysis. Как правило, перед тем, как уже строить какую-то предиктивную модель, чтобы понять, как именно ее строить и чего мы от нее хотим, как правило, первое действие – это просто как-то посмотреть на этот датасет, понять, какие вообще есть связи между вот этой переменной и другими переменными. Может быть, какие-то этих связи уже будет очевидно, что они нелинейные. Ну, в общем, можно посмотреть, но можно начать просто с того, чтобы построить, допустим, посмотреть на всевозможные корреляции вот этой переменной с остальными переменными и построить какие-то скаттер плоты, посмотреть, что здесь есть. Давайте я как-нибудь как-нибудь это обзову. Давайте начнем с того, что просто посмотрим на корреляции. Ну, вот, собственно говоря, так, значит, вот она строчка, которая соответствует стоимости дома и видно, что она, допустим, хорошо скоррелирована с доходом в этом квартале и при этом она отрицательно скоррелирована с долготой и широтой почему-то. Ну, ладно, бывает. Очень интересно, что она отрицательно скоррелирована с количеством спален, зато положительно с количеством комнат, что неудивительно. На самом деле, если бы вы хотели бы использовать здесь сейчас одну переменную в качестве предсказательной, какую бы переменную вы бы взяли. Если бы вам было бы разрешено взять из этого датасета только одну переменную и на ее основе предсказывать, что бы вы взяли. По крайней мере, если просто судить по этой табличке, если мы гарантированно хотим использовать именно линейную модель, то видно, что здесь корреляция наиболее сильная. Давайте просто посмотрим на картинку. Значит, чего я хочу. Ну, в общем, да, похоже. Кстати, тут видно, что вот эта вот штука Medhouse Val, судя по всему, у нее есть какая-то обрезка сверху. Видимо, слишком большие значения они просто заменили на какой-то порог. Собственно говоря, можно это посмотреть на гистограмме. Да, вот здесь видно, что тут, видите, вот здесь вот распределение какое-то, какое-то более-менее приемлемое, а тут возникает какой-то такой вот всплеск. Ну, давайте, давайте, чтобы получше разглядеть, можно сделать поменьше размер бина. Видите, он на самом деле очень высокий. То есть это действительно какая-то обрезка. Ну, весь хвост вот этого распределения. Так-то распределение выглядит довольно симпатичненьким. Кстати, на что похоже распределение? На какое из известных вам? Нет, ни на что не похоже. ничего не напоминает? Похоже на нормальное распределение? Ну, да, я бы сказал, что скорее уж оно похоже на конь-хи-квадрат, или, может быть, оно похоже, на самом деле, может быть, это какое-нибудь лог-нормальное распределение? Давайте посмотрим. Значит, если я возьму и от этой штуки посчитаю логарифм. Сработает. Получится что-то более похожее на нормальное. лог-нормальное распределение, да, вот смотрите, вот если бы не вот эта обрезка, то вот эта вот штука, она выглядит вроде как вполне себе так симметричненько, и, ну, она, конечно, тоже не совсем похожа на нормальное с этой стороны, она должна здесь как-то быстрее убывать. вот, но, по крайней мере, вот эта вот картинка, она выглядит, если бы не вот эта обрезка справа, она бы выглядела бы гораздо более симметрично, гораздо более похоже на нормальное распределение, чем исходное. Ну, не важно, на самом деле, это вас на эконометрике будут мучить всякими такими вопросами, а правда ли, что данные распределены нормально, вы можете применять тут эту модель, а будут ли у вас несмещенные оценки коэффициентов при таком нарушении предположений модели, или не будет. Вот, а мы в машинном обучении такими вопросами не заморачиваемся, мы просто строим предиктивные модели, хотим, чтобы они хорошо работали. Ну, вот, давайте построим модель, основанную на этих двух, на вот этом вот одном признаке. и мне для этого нужно взять, значит, что мне там нужно из линейных моделей. как она называется-то? Linear regression. Ну, и давайте это сделаем. Значит, мы создаем объект, который будет нам обеспечивать эту самую линейную регрессию, и теперь нам нужно этому объекту скормить две штуки, а именно скормить те данные на основе, которых мы делаем предсказания, и скормить целевую переменную, target. Значит, всегда у всех этих моделей это все устроено так, что мы передаем x это наши предикторы, наши фичи, а y это наш target. Значит, в данном случае у меня, я хочу сказать, что у меня будет только одна переменная в качестве предиктора, а именно только median income, и target там будет net house small. Собственно говоря, в тот момент, когда мы сделали этот фит, модель сфитилась, и теперь, например, у нее есть коэффициенты, что-то не густ у нас с коэффициентами, а что у нас тут интерцепта по умолчанию нету? Интерцепт, а, интерцепт там, кажется, отдельно есть. Да. Значит, вот эти коэффициенты, ну, собственно говоря, как у нас модель устроена? У нас модель сейчас устроена так, что мы считаем, что net house wall равняется W0 плюс W1 net inc. Вот такая у нас модель. соответственно, нам нужно оценить два коэффициента W0 и W1. Значит, W0 называется интерцептом, и вот он отдельно записан. И вот этот W1 это то, что у нас сейчас записано вот сюда, вот в переменную коэфф. Значит, давайте посмотрим, какой смысл этой переменной, что она говорит? Вот что означает, что есть 0.417 написано? Если верить вот в эту модель, то это означает, что при увеличении этого самого медианного дохода на единицу, у нас стоимость дома увеличивается на 0.417. 0.317. Вот. Ну и дальше, собственно говоря, самое главное, что можно делать с фитиной моделью, это с ней можно делать предикт. То есть, если я теперь передам этой штуке значит, ну хорошо, хорошо, она ругается на то, что мы ей скормили данные не в таком формате, в каком мы ей кормили их, когда она обучалась. Ну, давайте скажем, что у нас колонка называется gdink. Вот. То есть, смотрите, что я сейчас сделал. Я сейчас скормил этой модели dataframe. Ну, предполагается, что это dataframe, который устроен точно так же, как dataframe в обучающей выборке, но у него нет таргета, а есть только та переменная, по которой мы делали предсказание. Ну, и сейчас я ей скормил просто dataframe из одной строчки, ну, можно было добавить еще строчек. Ой, нет, так это делается. И, соответственно, для каждой строчки нам выдали свое предсказание, которое просто определяется по вот этой формуле. можно проверить. Ну, вот оно, вот оно, это число, вот оно здесь получено. Вот. Ну, и, собственно говоря, можно теперь поставить картинку. Давайте я еще раз вернусь к вот этому. к вот этому скаттеру. И давайте мы здесь построим картинку. Для этого я просто создам такой dataframe. допустим, от нуля до 14. 14. Ну и давайте так что давайте каким-нибудь другим цветом нарисуем. Ну, вот она, это самая наша кривая. Пожирнее сделаем. Значит, вот она, наша кривая, которая, которая на самом деле прямая, которая нам дает предсказание в зависимости от значений по горизонтали. Вот. Тут видно, кстати, что вот здесь вот она явно выходит за тот диапазон, который у нас есть реально в данных. Если нам реально нужно предсказывать то, что написано в данных, может быть, это надо как-то будет подкорректировать. Потому что в данных есть явная обрезка, а наша линейная модель, конечно, никакие обрезки ничего не знают, она часто рисует прямую. Вот. Ну вот, мы сфитили нашу первую линейную модель. Значит, на самом деле вся остальная деятельность с iKitLearn выглядит примерно так же. Вы делаете, создаете какую-то модель, потом делаете для этой модели фит с вашими данными, потом делаете предикт, чтобы посмотреть, что получается и оценить, насколько то, что получается хорошо. Вот. Ну, можно обсудить еще, как можно было модифицировать эту модель, которая работает на одной фиче, но давайте построим какую-нибудь более хитрую модель, которая работает на нескольких фичах. Давайте, например, сделаем модель, которая работает на всех фичах сразу. Я создам еще один экземпляр этой линейной регрессии. Ну, на самом деле, я мог бы и старую обновить, просто сфитить ее на новые данные, но давайте я не буду этого делать. у нас есть в... Чтобы получить модель, в которой используются все фичи, я просто из нашей исходной таблички выкидываю столбец таргета и дополнительно его передаю в качестве второй переменной. Вот если теперь посмотреть на коэффициенты, то видно, что, видите, их уже много стало, ну, потому что у нас фич много, признаков много, и каждому признаку соответствует свой коэффициент. И если я теперь хочу построить картинку, то, в общем, построить ее так же, как и раньше строил, а именно просто взять и вот так нарисовать, уже будет непонятно как, потому что у меня теперь зависимость не от одной переменной, а от кучи переменных, и вообще не совсем понятно, что с ней делать. Но, в принципе, можно было бы сделать такую вещь, можно было бы применить эту модель к моим исходным данным. И можно построить такую картинку, переменную методинк, но при этом предсказание я строю по всем данным. Значит, мне нужно вот так сделать, видимо. что такое? такое? Что такое? давайте сделаем ее прозрачным ну вот видно что наше смотрим на зависимость только от мед инк но видно даже на этой картинке во первых понятно что у нас получается не прямая что-то более сложно ну потому что мы на самом деле проектируем какое-то значит у нас там многомерном пространстве выстраивается какое-то такое облачка в принципе у нас все точки лежат на какой-то плоскости но дальше мы эти точки их просто проектируем на вот эту вот плоскость в которой есть только две координаты и можно глядя на эту картинку что что даже понять например можно понять что мы что бывают такие результаты которые мы систематически недооцениваем с помощью нашей линейной модели они расположены вот здесь и может быть надо что с этим сделать очень интересно что есть вот какая-то такая точка которая явно выбивается из наших значений тоже хорошо посмотреть что она из себя представляет вот но в общем короче говоря вот мы построили какую-то линейную модель как-то она работает но на самом деле модели бывают не только линейными бывают еще вот еще разные другие модели и другой такой тоже ужасно простой моделью про который стоит поговорить является модель который называется метод ближай метод к ближайших соседей значит это если полная противоположность линейной модели линейная модель предполагает очень много про структуру зависимости она предполагает что зависимость устроена просто как линейная функция что довольно часто хоть в каком-то приближении верно но не всегда в частности можно думать в обратную сторону можно думать окей мы вообще не знаем ничего про нашу зависимость но единственное чего можно ожидать это то что если у нас есть объект который похож на объекты в обучающей выборке то наверное у него и значение таргета должно быть близким к значениям таргета в обучающей выборке ну понятно что как правило найти найти объект который вот прям совсем совпадает с объектом учащей выборки может быть невозможно потому что комбинациями всевозможных много и поэтому можно сделать такую вещь мы возьмем вот нам дают какой-то нам просят сделать prediction в какой-то точке для кого-то объекта для которого у нас нету аналогов в нашем дата сайте но давайте по крайней мере мы найдем ближайшие объекты в нашем дата сайте и посмотрим что там как устроенная как устроен y устроен target вот в этих ближайших объектах мы предполагаем что если выполняется какое-то такое свойство типа непрерывности то близкие объекты должны обладать близким значением игреков ну и собственно говоря давайте это мы сейчас сделаем from escalern что тут такое нет не метрик как называется сколько тут всего так называется это мы используем метод к ближайших соседей давайте он работает так он просто находят литерали к ближайших соседей и усредняет их игреки и выдает таким образом предсказание ну давайте посмотрим значит у него есть такой параметр как количество соседей и ну по умолчанию она установлена в 5 ну давайте оставим 5 чушь делать ну и давайте посмотрим эти права сделать то же самое с нашими данными а именно давайте с фитим ну вот точно так же как мы здесь фитили тоже сейчас обучимся на всех признаках и теперь тоже построим картинку о смотрите какая картинка получилась как вы думаете какая модель лучше вот это или вот это есть вот модель основанная на поиске пяти ближайших соседей а это просто линейная регрессия как думаете какая модель лучше 2 ну да если смотреть и смотреть на вот эту вот картинку то действительно похоже на то что 2 лучше но опять же нужно не забывать что эта картинка на самом деле это на самом деле это не совсем то что мы хотим потому что это проекция нашей настоящей картинки на двумерное пространство и на самом деле одна точка здесь но вот мы не знаем на самом деле где находится две точки здесь в одном месте это не означает что они на самом деле близки они могут быть далеки по остальным переменам но по крайней мере мы можем померить какую-нибудь штуку например мы можем посмотреть на то какую ошибку предсказаний наши модели выдают ведь мы же на самом деле вот мы сейчас здесь использовали мы построили предсказания для нашей обучающей выборки а для обучающей выборки мы знаем как мы знаем правильные ответы и можно просто посмотреть насколько сильно наши предсказания отклоняются от этих правильных ответов ну собственно давайте это сделаем значит чего мне нужно сделать я ну собственно говоря можно просто вычесть из одного другое сейчас только здесь должно быть метод хаус вал ну и давайте посчитаем значит вот это вот просто наше отклонение и давайте мы от этих отклонений возьмем возьмем допустим взведем их в квадрат посчитаем среднем среднее квадратичное отклонение от правильных ответов ну не смысле просто дисперсия именно ну как бы это называется дисперсия остатков то что мы сейчас посчитали и давайте сделаем то же самое значит это я сейчас сделал для к н н и давайте сделаем то же самое для предыдущих моделей значит вот модель multivariate и вот модель просто модель здесь нужно есть так вот сделать нет нет и не нравится и что нет диск да итак смотрите значит глядя на эти вычисления вопрос какая модель лучше если верить если верить вот этим вот сравнение значит я каждый раз из правильных ответов вычитаю предсказание разницу возложу в квадрат и считаю среднее это называется min squared error да в к н н возможно что надо было сделать что-нибудь что-нибудь дополнительно дело в том что к н н что он делает он ищет ближайших соседей что это означает это означает что у вас на пространстве признаков должно быть задано какая-то метрика то есть вы должны понимать какие объекты близки а какие далеки и как вы знаете из курса линейной алгебры метрика это не что то что нам дают просто так вы можете на одном том же если на одном том же линейном пространстве задавать разные метрики и нет никакой одной экономической правильной метрики и поэтому конечно когда мы делали когда мы применяли метод к ближайших соседей вопрос о том в каких масштабах меняются числа он действительно важный потому что представьте себе что у вас ну вот например вот это вот переменная среднее количество спален она практически колеблется в окрасностях единицы и поэтому с точки зрения вот этого переменной ну как 죽成 твое что мы считаем расстояние между двумя расстояние между двумя строчками до 6 дурянер bare я хороших родах ну как мы это будем делать ну там нужно смотреть какая это сейчас выбраны в этом киноки наakers на выбран обычных глидовым метрика так есть мы будем просто считать разницу между в каждой из переменных и там опять же там возводите в квадрат считать корни из этого квадрата корни суммы квадратов, что-нибудь такое. Но на самом деле, понятно, что если у вас есть переменная, которая меняется не сильно, у которой маленькая дисперсия, то ее вклад в расстояние будет маленьким. На постоянном, например, вот этой переменной, спопилейшн. А возможно, что это плохо, возможно, что на самом деле переменная важна. Я не знаю, тут надо смотреть, но могло бы так казаться, что эта переменная важна, и на самом деле нужно было бы учитывать расстояние этой переменной с каким-то большим весом. И такой стандартный прием состоит в том, что просто действительно, как Сергей нам уже давно предлагает, просто отнормировать все столбцы, сделать так, что у всех столбцов будет, допустим, одинаковая дисперсия или одинаковый разброс значений просто от минимума до максимума. Есть разные способы это делать. Вот. Такой подход есть. Не то, чтобы, опять же, он являлся абсолютно железобетонным, потому что, ну, а может так быть наоборот, что вот эта переменная, мы ее сейчас отнормируем, мы ее растянем, и на самом деле она совсем даже не важна. В общем, у метода к ближайших соседей вопрос о выборе метрики, он довольно хитрый. И, на самом деле, то же самое касается всевозможных алгоритмов кластеризации. Потому что вы, с одной стороны, можете выбирать разные алгоритмы, а с другой стороны, можете выбирать метрику. Но давайте все-таки вернемся к вот этому вопросу. Значит, как вы считаете, какой алгоритм лучше? По крайней мере, если верить этим цифрам. Значит, иными словами, если вот это число большое, то это хорошо или плохо? То есть мы видим, что самое большое число вот здесь, как раз в крайней мере, это хорошо или плохо? Ну, это плохо, конечно, потому что это разница между правильными предсказаниями и нашими предсказаниями, между правильными значениями и нашими предсказаниями. Чем меньше эта штука, тем лучше. И поэтому с точки зрения вот такого способа вычислять хорошесть наших моделей, самая лучшая модель сейчас – это вот эта регрессия с несколькими переменами, регрессия линейная. Но на самом деле вот такой способ оценивать модели на хорошесть, он немножко странненький. Давайте я сейчас сделаю вот какую вещь. смотрите. как вы думаете что я сейчас получу когда нажму enter если кинь гипотезы значит смотрите что я сделал я обучил модель это это модель одного ближайшего сосед то есть это означает что она для каждого для каждого объекта нового объекта на котором ее просят сделать предсказание она ищет ближайший один ближайший сосед в вашей исходной выборке и его таргет выдает в качестве предсказания как вы думаете что я сейчас получу если нажму enter вот здесь то же самое что и в самый первый вот и нет первая была здесь вот здесь вот использовался к нн сделаны по умолчанию и в нем вот в нем количество ближайших соседей было 5 а сейчас я сделал к ближайших соседей в котором количество ближайших соседей 1 и теперь получил вот такую вот штуку давайте осознаем во первых почему ноль средняя квадратичная ошибка а нашего метода на нашей выборке оказалась нулевой почему так она должна должна была быть нулевой потому что количество ближайших соседей 1 если вы берете какую-то точку из обучающей выборке и пытаетесь на ней сделать предсказание то что делает ваш алгоритм он ищет ближайшую к ней точку из обучающей выборки он находят ну собственно и ту же самую точку он и находит если у вас все точки разные в обучающей выборке все комбинация признаков разные нет двух нет двух полностью совпадающих строчек то это означает что он найдет ровно ее же и только ее и естественно и если он сгенерирует предсказание глядя на ее значение целевой переменной то конечно это будет ровно то самое то самое значение которое написано вот здесь понятно что сейчас произошло не очень вот то есть как бы я так и думал что будет но теоретически мог бы быть не но если бы у нас там возникли бы какие-то эффекты что у нас есть две одинаковые строчки с разными игреками вот тогда можно было бы тогда теоретически можно получился бы мог бы получиться не но вот так сильно получается ноль и дальше у меня вопрос а правда ли что это означает что метод одного ближайшего соседа самый лучший ведь он же выдает нулевую ошибку на обучающей выборке зачем тогда еще городить какие-то огороды так а почему значит если если это не самый лучший то почему почему это не есть очень хорошо что у нас получили здесь ноль да то есть смотрите действительно вот мы получили какой-то метод который на этой конкретно на этой выборке работает как бы очень хорошо но на самом деле мы хотели не этого мы хотели сделать какой-то метод который будет нам генерировать хорошие предсказания но не на данных из нашей выборки а на каких-то новых данных которых он в процессе обучения не видел поэтому от того факта что от того факта что мы получили нулевой нулевую ошибку на обучающей выборке в общем от этого совершенно не факт что это хорошо может быть что это было плохо сергей правду пишет в чате про то что мы хотим оценивать вообще еще способность модели то есть способность делать предсказания на тех данных которых 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 модель не видела и метод к ближайших соседей если вы к ставите равном единице он обладает вот таким свойством что он прекрасно выучивает выборку но при этом совершенно не факт что он хорош на тех данных на которых которых модель еще не видел ну и собственно говоря как теперь проверить насколько хорошо модель обучилась именно с точки зрения нашей задачи когда мы хотим предсказывать не не когда мы хотим оценивать модель не на тех данных на которых она училась а на каких-то новых данных но проблема в том что никаких новых данных нам не дадут но зато мы можем просто самого начала разделить нашу выборку на две части и так обычно и делают собственно говоря в скалер не есть даже специальный и специальный метод train test split train test split который делит выборку на две части так называемую обучающую выборку и тестовую выборку а дальше мы обучаемся на обучающей выборке а проверяем на тестовую ну и давайте посмотрим как это все сработает значит вот у нас есть наши наши данные ну давайте я просто скажу что он их случайным образом выбирает случайным образом разбивает выборку на два кусочка значит вот у нас трейновая часть здесь 15 тысяч наблюдений и тестовая часть здесь будет 5 тысяч наблюдений ну там в каком-то соотношении их разбивает это можно это можно задать ну и давайте теперь посмотрим устроим все таки финальную битву значит я хочу понять какая же все таки из этих моделей лучше и для этого я сделаю такую вещь я обучу модель на трейне померяю качество ее работы на тесте ну давайте я напишу функцию которая сначала сфитит модель на наши данные значит train df что нужно сделать дроп а потом собственно говоря вот эту вот штуку мне нужно будет завернуть функцию так только здесь нужно чтобы я сделал train df и здесь тоже должен быть train df значит обучаю на обучающей выборке а тестируя на тестовой выборке здесь должно быть тест df минус модель предикт и здесь должно быть тоже тест df значит я конечно сейчас написал некоторую самописанную функцию на коленке конечно в скалерне есть готовые функции которые все это делают но давайте теперь сравним наши модели значит вот у нас есть модель наша KNN давайте начнем с KNN1 вот такую ошибку она нам выдает на тех данных которых она еще не видела давайте посмотрим на наш KNN который обучался по 5 ближайшим соседям как видите он дает меньшую ошибку несмотря на то что несмотря на то что он дает большую ошибку на обучающей выборке на тестовой выборке он дает меньшую ошибку чем метод одного ближайшего соседа ну и давайте посмотрим на линейную регрессию как она называлась multivarm и вот такую ошибку дает линейная регрессия ну опять же чем меньше тем лучше в данном случае и как видите линейная регрессия наш метод к ближайших соседей как говорится провала на британский флаг значит линейная модель сработала гораздо лучше чем чем эти модели KNN ну что это означает это означает что может быть в данном случае действительно наша зависимость достаточно хорошо описывается линейной функцией и действительно значит линейная модель оказывается лучше может быть мы не докрутили KNN может быть в KNN нужно было выбрать другую метрику перенормировать переменные выбрать другие переменные выбрать другое другое количество ближайших соседей в общем может быть можно было бы здесь повозиться и довести ее результат поближе результат линейной модели может быть обогдать линейную модель с другой стороны с линейной моделью тоже есть как бы есть над чем поработать можно было бы все-таки подумать о том как обрабатывать вот эти вот точечки может быть нам нужна может быть нам нужна какая-то другая обработка вот этого участка потому что здесь явно мы вылезаем за то множество в котором принимают значение вот это переменное в общем короче говоря дальше в принципе можно сколько угодно времени возиться и пытаться сделать так чтобы вот эта чиселка стала бы как можно меньше ну собственно говоря чем дата сайентисты и занимаются вот значит это первая история которая хотела рассказать ну соответственно в следующий раз поговорим что бывает еще в этой науке вот если какие-нибудь вопросы окей если вопросов нет тогда все на сегодня до свидания спасибо 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 спасибо